Доброго времени суток, подписчики и гости канала Фиалкин Островок. С вами Елена. Дорогие друзья, сегодня снова хочу показать, что у меня есть в излишках, чем я могу поделиться с вами. У меня сегодня есть и листики укорененные, правда их немного. Есть переукореняшки, пасынки, молодые растения. В начале видео хочу сказать небольшую информацию о том, что моя зона ответственности, когда я вам, девочки, упаковываю посылки и отсылаю, заканчивается, когда я передаю их на почту. Потому что, когда их отправляют, я уже не могу контролировать, что с ними там делают. Со своей стороны, я, конечно, стараюсь упаковывать очень тщательно. И последняя покупатель мне написала, что у нее было такое чувство, что Фиалки я ей передала из рук в руки. Насколько я стараюсь хорошо упаковывать, чтобы они к вам дошли в хорошем состоянии. Ну и также, дорогие друзья, смотрите по погоде. Я перед тем, как посылку отправить, ориентируюсь на то, какая у меня погода. Но обычно я предупреждаю, что я завтра отошлю или через два дня отошлю. И вы смотрите, как у вас. Потому что было уже не один раз, девушка пишет, что ей нужны фиалочки. Я спрашиваю про погоду. Она говорит, да, у нас не жарко. Спрашиваю, где живет. Дальше забиваю в поиск ее город, и там оказывается 35-37. Вы понимаете, дорогие друзья, у кого вот так жарко, фиалочки такую температуру не выносят в дороге. Я не высылаю, если температура больше 28 градусов. Поэтому контролируйте свой регион сами. Я вот чисто физически не смогу все усмотреть. Ну что ж, начнем. Хочу начать вот с такого сорта. Это фея в селекции Дадаян. Пересадка была 11.07. Почти месяц сидит. Корешочки, вот здесь вот видно, корешочки есть. Листики этот сорт крутит, если на стеллаже. Ну хотя некоторые розетки на стеллаже и не крутят листья. То есть по-разному. Фиалка вообще вот этой селекции не особо любит стеллаж. Или может на стеллаже ей не каждое освещение подходит. Потому что у меня есть еще одна розеточка этой селекции. Вот она на стеллаже, но она на другой полке. И вот смотрите, листья она тоже вот как бы подкручивает, но не все. Есть ровные листья с ровными пластинками. А есть вот такие. Вот какая-то она вот такая вот. Не всегда растет ровно. Лучше всего, конечно, она растет на подоконнике. На подоконнике у нее очень ровные листья. Ну а тут вот так. Это опереокореняшка стартера. Она еще не цвела. Фея 150 рублей. Цветение на экране не моего растения. У меня сортовую вырастить так и не получилось. Это детки от листа, заказанные в прошлый год у другого коллекционера. То есть у меня как-то с этим сортом вообще не складывается и не получается. Поэтому решила всех деток, всех стартеров, всех в хорошей ручке. Может у кого-то будет лучше. Еще тоже этот селекционер Джорджия Дадаян. Это была молодая розетка, переокореняшка. Тоже листья такие же. Цветение на экране моего растения. То есть вот это растение уже мое, которое расцвело на подоконнике. И на подоконнике вот так хорошо расправило листья. А вот эта вот переокореняшка, она цвела по сорту. Но единственное, я ее переукоренила, поставила на стеллаж. На подоконнике не хватило места. Поэтому она вот тоже скрючила листики. В Джорджии 200 рублей. Переокореняшка цвела по сорту. Корешков здесь достаточно. Пересажена была 17.06. То есть в принципе почти два месяца. Вот такая красоточка. Если есть место на подоконнике, то возьмите. Очень красиво цветет. Очень. Мне так вообще нравится. Еще Лехрустальный лебедь. Это переукорененная детка. Потому что с листьями тоже бывает беда. Ей не понравилось яркое весеннее солнце. И она листья крутила в трубочку. И вот только сейчас начала их расправлять. От того, что я ее поставила в притенение, чтобы она листья раскрутила, она немножко нарастила стволик. Вот если вы видите, стволик чуть больше. Вот. То есть Лехрустальный лебедь 100 рублей. У меня она еще не цвела. Это цветение из интернета. Очень много деток. Оставлю себе, может, одну или две. А остальные в хорошей ручке. Листу этого сорта лангифолия. То есть он будет длинненький. Еще одна переукореняшка. Это переукорененная голова. Сорт ЕК Белый танец. Три недельки назад переукоренила его. Стоял на стеллаже. Корешочки его тоже есть уже видны. Очень понравилась мне девочка розетка из белоцветковых. Она довольно-таки красивая и цветет долго. 150 рублей переукореняшка ЕК Белый танец. Еще есть два пасынка. Это полуминиатюра у Скарлетт-Охара. Цветение моего растения на экране. Вот она только начинала зацветать и нарастила пасынки. И я, к сожалению, прозевала этот момент. И все пасынки потом сняла и укоренила. Укоренились они больше месяца назад. То есть поставила на укоренение 24.06. А сейчас уже 4 августа. То есть уже больше месяца. Вот такие вот две хорошие розеточки. Два небольших пасынка. Вот такой пасынок вам показала. И вот еще. Вот этот вот, наверное, побольше пасынок. Ну, тоже такой хорошенький. Цветы, девочки, почти черные. Не такие красно-черные для любителей черных анюток. Еще есть у меня переукореняшка Айдахо. Переукоренялась и зацвела сразу. Она не должна быть такая маленькая. Мне кажется, это после осенних протравок. Она вот такая миниатюрная стала. Она в 50-граммовом стаканчике стоит. Корни у нее хорошие. Вот такая вот красивая барышня. 300 рублей Аптимара Айдахо. Пересадки она пока не требует. Потому что еще не так много корешков. Еще одна переукореняшка Ли Хрустальный Лебедь. Две штучки сегодня предлагаю этого сорта. Еще пасынок укорененный. Тоже полуминиатюра. Это Ли Лунная Радуга. Лунная Радуга. 200 рублей. Пестролистный сорт. Вот такая небольшая розетка. Переукоренение, мне кажется, не требует. Вот здесь вот на укоренение видно, я ее поставила 4.07. Как раз месяц назад. Корешки есть. Через стенки стаканчика видны, но их не особо много. Возможно, от того, что она сама маленькая, то быстро корни и не растет. Это у стандартных сортов буквально 2 недели и через стенки стаканчика видно. А у полуминиатюр, конечно, нет. Ан-копеечка. Тоже переукореняшка. Переукореняла молодую розетку. 250 рублей. Ан-копеечка. Еще есть переукореняшка. Это Арктурус. Вот этот сорт цвел по сорту. Переукорененная голова. Хорошая такая голова. Корней тоже достаточно. Арктурус 200 рублей. Еще есть, девочки, укорененные листья. Это сорт РС Аквамарин с очень большими махровыми цветами голубыми. Нижние лепестки белой с зеленцой. Здесь три детки. Одна вот очень такая уже хорошая. Наверное, можно пересаживать. Одна поменьше. Ну и третья вот тут самая маленькая растет. Два еще только листика дала. РС Аквамарин. 180 рублей. Три детки. Еще есть промышленный сорт. Оптимара Миления. Тоже лист укорененный. Детки очень хорошие, крепкие. Оптимарка 150 рублей. Вот такая вот деточка. Да не одна. Наверное, детки три по минимуму. Может и больше. 150 рублей. Оптимара Миления. Еще, девочки, сегодня снимаю с брони сорт янтарная луна Блинкиной. Я, наверное, около месяца назад его показывала. У меня его тут же забронировали. До сих пор его не забрали. Поэтому я бронь снимаю. Больше ждать не могу. Он с цветоносами. Вот видно уже. Цветение именно вот этого растения на экране. Вот еще один цветонос. Расцветает он ярко-розовый. А потом со временем розовый цвет бледнее. А ты становится вот такой желтый-желтый. Сорт изумительный. 350 рублей. Янтарная луна. И еще у меня есть вот такая молодая розетка. Но сорт весь заплыл. Только серединки белые остались. Это Рапсодия Аника. Молодая розетка в 100-граммовом стаканчике. Листьев очень много. Ее только перевалкой перевалить. В больший размер стаканчика или горшочка. И все. В общем, барышня заплыла. У меня в этот год от тепла вообще все розетки этого сорта заплыли. И маточник, и молодые растения. Но цвет очень красивый. Такой розовый, необычный. Зимой, конечно, она вот такая, как на экране, как я вам вывела. Вот так цветет зимой. Ну, а летом вот она склонна заплывать. 300 рублей, красавица. Если кому-то надо, то пишите. Также набирает бутон, еще один сорт. Розетка довольно-таки большая. Листики на длинных череночках, это от того, что молодая розетка, может, еще не хватило света. Такая, как гадкий утенок. Ну, вот видно уже цветонос. Это сорт Лешентали. На экране цветение моего растения. То есть, у меня несколько лишних розеток было. Вот эта вот молодая. И еще в следующем видео, наверное, покажу еще одна переукореняшка. И все, больше у меня этого сорта нет. Сорт, конечно, красивый, шикарный. Для любителей рюш. Для меня так это вообще шик. Я очень люблю такие рюшастики. Вот. Лешенталь, 350 рублей. Уже на бутонах, красавица. Первый бутон я с нее сняла. Он был весь в рюшечках. И чтобы силы не тратила, розеточка наращивала листики, я бутончик убрала. Раскрыться не дала, но он был вот... Очень было много рюш вот в этом бутоне. То есть, всего, скорее, что будет сортовая красавица. Еще хочу вам предложить с принцесса на горошине. Молодая розетка. Переукоренения не требует. В терракотовом стаканчике. Цветет, девочки, по сорту. Здесь немножко от лампы, от освещения идет засветление. А так, она вот такая, как выставила на экран. Это цветение моего растения. Вот последние бутоны сняла. Вот такая шапка была большущая от цветов. Но я думаю, что... Ой, этой шапкой цветов будет тоже не меньше. Розетка миниатюрная. Хоть считается и стандарт. Геллиства. Цветы красивые. Они как бы полумахровые. Вот такая барышня. С принцесса на горошине. 400 рублей. И еще один сорт. Это уже трейлерная фиалка пестролистная. С геллиствой, с большими прилистниками. У нее цветок оса. Цветок оса, конечно, на любителя. Это Сэнкс Гелл Васп сорт. 350 розетка стоит. Розетка уже большенькая. Но стоит в 50... Нет, в 100 граммовом стаканчике. Ее только методом перевалки перевалить. 350 рублей. Пестролистность она проявляет не при каждом освещении. Когда молодые деточки растут, они пестролистные. А потом она пестролистность может терять. Вот у меня на разных полках разное освещение. И на одной полке она стоит с пестрыми листьями. На другой без пестрых. Вот такая вот барышня, которая меняет цвет листьев. Но очень красивая. Она даже без цветов хороша. Ну вот, дорогие друзья, на сегодня, наверное, и все. У меня еще есть переукореняшки. Но будут, наверное, дней через 10, не раньше. Вот, а пока то, что есть. Спасибо, что заходили ко мне на Островок. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.